Название моей работы «Кризис беженцев в Европе и европейские ценности». Аварийная ситуация с беженцами, она симптоматична кризисом европейских ценностей, кризисом идентичности. В чем здесь дело? Какова цель Европы? Для чего она вообще нужна? И заслуживает ли она? Может ли она решить эту задачу? Это очень серьезный кризис, который, собственно говоря, на европейском континенте такого еще не было. Разные страны действуют по-разному, общаясь с мигрантами. И после Второй мировой войны было дано определенное обещание о том, что возник европейский процесс интеграции. Тройное обещание было миспроцветание партнерства, 3П. И это тройное обещание сейчас находится под серьезнейшей угрозой с 1945 года. Хочу сказать еще вот что. Нынешний кризис, особенно кризис беженцев, поднимает фундаментальный вопрос о европейских ценностях, базовых ценностях Европы. И опять тут 3 ценностей я хотел бы выделить. Солидарность, субсидиарность и единство в разнообразии. Вы можете сказать, что это применимо больше к Европейскому Союзу, но я думаю, что это применимо и к более широкой Европе. Европейский Союз ведь как бы в свой проект вовлекает и соседние страны, которые, строго говоря, не входят в Европейский Союз, имеется в виду восточное партнерство и так далее. Но и так кризис беженцев. Была эра перехода от коммунизма и тоталитаризма к капитализму и демократии. Европа теперь живет в состоянии постоянного кризиса. Семь одновременных кризисов в Европе, может быть даже больше. Но я сейчас пройду быстро по этим. Первый – миграция. Второй – угроза терроризма. Третий – еврозона. Проблемы с еврозоной. Четвертое – замедление китайской экономики и другие структурные проблемы. Корпоративные скандалы, банковские проблемы. Это следующее – отсюда уклонение налогов, панамские документы и так далее. Шестое – постоянная война на Украине и новые геополитические трения между Россией и Турцией или, например, на юге Европы. И там, где Балканы, куда идет движение людей из Северной Африки. Из семи этих кризисов самый серьезный – это кризис мигрантов. Прежде всего, это гуманитарная катастрофа беспрецедентного масштаба и интенсивности. Сотни тысяч людей, женщины, дети уже погибли. Основной источник этого кризиса – это гражданская война в Сирии, которая уже длится много лет. И туда вмешиваются и Соединенные Штаты, и Франция, и Турция, и вот и Россия, Иран, и такие силы, как Хазбулла. Серьезную роль играют курды и другие региональные группы. Военное вмешательство западных стран и России усложнило эту ситуацию. Тут нет никаких сомнений – бомбардировка с воздуха серьезнейшим образом влияет на гражданское население. В то же время, нужно иметь в виду, что продвижение исламского государства в Ираке и в Сирии нужно остановить. С этим нужно что-то делать. Умирают десятки тысяч людей – мусульмане, но не только, христиане и другие. Поэтому остановить ИГИЛ и другие исламистские группы – это не столкновение цивилизаций между Востоком и Западом, как кто-то говорит, или между исламом и христианством. Это, скорее, война с варваризмом и за цивилизацию, за спасение жизней, за старые традиции и за сосуществование людей, которые исповедуют разные религии. И отсюда кризис миграции. И, конечно, мы должны сказать, что военные интервенции – это не единственная проблема, которую нужно остановить. Скорее, нужно остановить секторные конфликты. И, тем не менее, повторяю, это не столкновение цивилизаций, а борьба за цивилизацию против варваров. И здесь возникает вопрос для европейских ценностей. Политические и общественные дебаты по поводу кризиса миграции. Они говорят о целом ряде фактов. Вот три факта для нашей с вами дискуссии. Во-первых, поток беженцев не только идет из Ближнего Востока, но и из Африки, и из более широкого европейского пространства. Из Турции, через Балкан, из Тунис. То есть, Ближний Восток – это, конечно, один поток, но есть и другие потоки. Но все они приходят в Европу. Второе – торговля людьми или переправа, переправление людей. Это колоссальные цифры. 40 тысяч людей превратили это в бизнес, который перевозит этих людей. И тут 3-6 миллиардов долларов стоит на кону. Если вы хотите решить миграционный вопрос, нужно решить проблему перевозки и переправления людей. И рабство в старом, так сказать, прежнем смысле слова, ну, фактически оно исчезло в мире. Да и в Европе тоже, но появилась новая форма рабства. Если под рабством мы понимаем насильственный труд и торговля, так сказать, сексуальная торговля и так далее. Эту проблему тоже надо решать. Третий факт – это миграция охватывает самые разнообразные проблемы. Но мы говорили о проблеме Сирии. Люди, которые ищут политического убежества. Существуют также экономические мигранты. Возникают неудобные вопросы. Некоторые мигранты, некоторые беженцы, может быть, так сказать, они более достойны, чем другие. И этот вопрос стоит, и на него надо как-то ответить. Хотя, конечно, простого ответа на этот вопрос едва ли можно найти. Мне кажется, что реакция на кризис была очень интересная, потому что у нас были какие-то выборы двойные, так сказать, возможности для выбора. Но у нас была идея открытых границ, когда все могли войти или, наоборот, полностью все закрыть и не пускать никого. Так или иначе, нужно подумать о кризисе миграции в плане того, кому нужно немедленно помочь и кого нужно немедленно поддержать. Как помочь этим людям? Либо в регионе, из которого они хотят бежать, либо, так сказать, где-то по дороге, либо тем, кто уже находится в Европе. И им все равно нужна помощь и поддержка. Поэтому случаи разные. Тут нельзя, так сказать, тут всех подстричь под одну гребенку. Важно сказать и о важности решений, чтобы люди вообще не убегали из своего дома. Миграция нужно сделать так, чтобы миграция была, так сказать, свободным выбором, а не необходимостью, не последним средством. Надо бы что-то сделать в этом направлении. Многие беженцы, у которых идет в стране гражданская война или какие-то экономические трудности, но они далеко не все хотят бежать из своей страны. Просто получается, что у них нет никакого выбора. И они в итоге спасаются в качестве последнего средства. Нужно найти средства, чтобы люди оставались хотя бы у себя в регионе. Когда условия изменятся, они могут вернуться домой. И именно дома в основном люди хотят остаться. Но это относится не только к экономическим мигрантам, а к большинству беженцев и к тем, кто ищет политического убежища. Речь идет о равновесии интересов. Нужно помочь тем, у кого отчаянная ситуация. Но мы должны также принять во внимание то, что у всех людей есть права, в том числе и у тех, кто принимает мигрантов в своих странах. Поэтому задача заключается в том, как сбалансировать все эти интересы. Нужно иметь в виду европейские ценности, солидарность, субсидиарность, когда решения принимаются на соответствующем уровне, и единство в разнообразии, когда никакая группа не страдает. Итак, солидарность, субсидиарность и единство в разнообразии. Но вот еще я говорил о кризисе идентичности в Европе, ситуации с иммигрантами и постоянный кризис с еврозоной и с Украиной. И все это ставит Европу в сложное положение, какого, может быть, не было после времен Холодной войны. Появляется жесткий контроль на границах, экономические колоссальные проблемы на периферии еврозоны, война на Востоке, то есть Украина. И все это бросает серьезную тень на весь Евросоюз и на всю Европу. Мир процветания и партнерства, о чем говорили в 1945 году, это, к сожалению, не работает. Есть государства, которые представляют собой большой рынок, но экономический кризис 2008 года показал, как слаба европейская социальная модель и европейский образ жизни. Да, экономическое чудо после Второй мировой войны, оно было таковым, условия для европейских стран стали лучше, но кризис 2008 года показал, как быстро люди могут вернуться к бедности и к тяжелой жизни. Европейский союз в целом сталкивается с парадоксом богатой экономики с бедными людьми. Мы имеем рост и мы снова сталкиваемся с ростом после 2008 года, но от этого роста в основном никто не выигрывает, то есть выигрывает небольшое количество людей, небольшая группа. И, соответственно, рост безработицы среди молодежи, рост неравенства, все это напоминает депрессию, которая была в 30-х годах прошлого века. И вот нынешнее поколение молодежи будет жить хуже, чем жили их родители, а обещание было совершенно другое. Средний класс вырастет, люди будут жить лучше, и вот получается, что для большей части Европы эти лозунги больше не работают. Это поворот, разворот от того, о чем говорили в 1945 году. Да и ситуация, которая связана с завершением холодной войны, она тоже сейчас пересматривается. К тому же появляется ИГИЛ в Европе. ИГИЛ оперирует не только в Сирии и Ираке, но и в Ливии. И он пытается радикализировать мусульман, которые родились в Европе. И вот вам свидетельство тому это нападение в Брюсселе и в Париже. НАТО и Европейский Союз должны решить какие-то стратегические проблемы и укрепить безопасность в Европе. Ощущение партнерства среди стран, людей и народов подорвано. Нужно как-то отреагировать на кризис с миграцией, как отреагировать на кризис с Евро и как разрешить конфликт в Европе. Эти задачи сейчас стоят на повестке дня перед Европой. И, собственно говоря, как взаимодействовать с Россией или не взаимодействовать. Нужно понять, как смотреть на страны, которые тебя окружают. То ли это партнеры, то ли это твои конкуренты. И кто должен принимать решения? Это необходимо делать на уровне Европейского Союза или все-таки на уровне конкретных государств? Я не хочу сказать, что Евросоюз распадется. Не хочу сказать, что институты, которые созданы, они распадутся. Но необходимо изменить динамическую ситуацию в Европе. Вот то, что произошло после 1989 года, сейчас приходит в состояние застоя. Итак, кризис идентичности. Для чего нужна Европа? Где эта перспектива процветания и партнерства? Нужно говорить, а еще раз повторяю, солидарность, субсидиарность и единство в разнообразии. Что я хочу поставить в качестве вопроса для дискуссии? Эти три ценности распыляются ненамеренно, но это происходит. Ну, давайте начнем с принципа солидарности. Этот принцип взаимопомощи тем, кому она нужна, будь это местное население или мигранты. Субсидиарность, как вы знаете, имеет отношение к принятию решений на соответствующем уровне. Речь идет о самоуправлении и для того, чтобы люди процветали. Ну, речь идет о делегировании полномочий на более низкий уровень к региональным властям. Ну, и в некоторых случаях, конечно, решения должны приниматься на более высоком уровне, когда речь идет о борьбе за окружающую среду, о борьбе с терроризмом и так далее. Некоторые решения принимаются даже на наднациональном уровне. И почему, значит, Европейский Союз сейчас сталкивается с проблемами в этой сфере? В чем тут основные проблемы? Европейский Союз, как структура, сейчас рассматривает эти принципы, как такие процедурные какие-то устройства. Солидарность рассматривается как перераспределение при центральном контроле. Здесь нет ничего кооперативного, ничего межперсонального. Субсидиарность тоже сводится к тому, чтобы на более низкий уровень опустить проблемы без передачи власти людям. То есть субсидиарность и солидарность становятся фактически пустыми словами. Вроде бы они существуют, они написаны на бумаге, о них говорят, но их, так сказать, значение уже не работает. Тут две причины. Во-первых, важно признать, что с самого начала, так сказать, европейский проект был двусмысленным. Экономика и политика должны играть доминирующую роль в обществе. Считается, что если мы начинаем экономическое сотрудничество, в итоге мы перейдем к политическому единству. И это об этом сказано в Римском договоре 1957 года. Появилось европейское сообщество, Европейский союз. В 1957 году было сказано о интеграции на наднациональном уровне. Это Жан Моне, который подготовил этот документ. Этот метод также известен как неофункционализм. Что это означает? Чем больше экономического обмена, тем, так сказать, прочнее будет политическая система. Мы работаем на экономическом уровне, а политика, так сказать, проблемы политические будут решены сами собой. Этот метод также называется наднациональным уровнем. Наднациональные действия должны работать всегда, когда это необходимо, потому что есть общие интересы у разных стран Европы. При том, что есть общие ценности солидарности и субсидиарности. Был Европейский акт 1985 года. Он сводился к тому, чтобы создать единый рынок. И это, конечно же, крупнейшее достижение. Об этом все говорят. 550 миллионов потребителей, крупнейшее экономическое пространство в мире и так далее и тому подобное. Но что же произошло в 1985 году? Один рынок заменил общий рынок. И это не чистая семантика. Общий рынок, начиная с 1957 года по 1985 год, был основан на национальном разнообразии. Ну, при каком-то минимуме общих стандартов. И отдельные страны решали этот вопрос между собой. А единый рынок с 1985 года, он изменил эту ситуацию с гармонизацией. Что это означает на практике? Возник регулирующий режим, который навязывает для всех стран единые условия. И это чревато определенными ограничениями для отдельных государств. Но это одна часть истории. Другая часть имеет отношение к субсидиарности. В статье 5 Европейского договора речь идет о том, что Евросоюз должен предпринимать действия. Когда речь идет о масштабе, о причинно-следственной связи. То есть, речь идет о том, что власть или полномочия ты передаешь с уровня государства на уровень надгосударственный. И что мы получаем в результате? Значит, если мы работаем вместе, уровень, так сказать, 28 стран, эффект будет выше, чем если эти страны будут работать индивидуально. Но так ли это работает на самом деле? Действительно ли можно чего-то достичь с помощью вот этого, так сказать, масштабирования? Возникает также глубокий вопрос по поводу того, кто должен принимать правовые решения. Речь идет о примате общества над экономикой в результате. То есть, культурные связи, интерперсональные какие-то формы солидарности. Все это ушло куда-то, так сказать, на окраину. И центральные решения стали доминирующими для всей Европы. И в итоге возникла централизация, хотя на самом деле речь шла о том, чтобы власть будет перемещена вниз к людям. Что же произошло в итоге? Вместо того, чтобы использовать разнообразные практики, этот метод навязал централизованные стандарты. И не только для стран, которые входят в Европейский Союз, но и в страны, которые хотели бы войти в Евросоюз. И на этом же основаны взаимоотношения с соседями. Следовательно, возникла некая однородность. И стало меньше, так сказать, единства в разнообразии. А это важнейший элемент этой политики, которая была как бы запрограммирована с самого начала. И этот правовой кризис привел к тому, что европейский проект потерял поддержку. Тут нужно, правда, сделать одну важную оговорку. Много национальных проблем, в них обвиняют Европу. Европейский Союз, ну, как бы, то ли он существует, то ли его нет. Люди могут во всем обвинить институты, которым достаточно трудно себя защитить. И экономический кризис 2008 года повысил скептицизм многих стран, не только в Великобритании. Но я думаю, что дело не только в этом. Евросоюз страдает, потому что существует в итоге дефицит демократии. Что я здесь имею в виду? Почему я считаю, что тут есть большая проблема для Евросоюза? Каждая система представительской демократии страдает от определенного дефицита. Выбранные представители, неважно где они находятся, не способны полностью представлять взгляды своих избирателей. Идет ли речь о местном правительстве, региональных властях, о национальной политике? Всегда будет дефицит демократии в большей степени или меньшей степени, в зависимости от страны и от уровня принимаемых решений. И демократический дефицит – это неотъемлемая черта политического представительства. Его можно, может быть, снизить, но устранить полностью нельзя. Есть также кризис легитимности. Речь идет о потере общественного доверия в широком смысле слова. И что? Легитимность подразумевает, по крайней мере, три ключевых параметра. И, возможно, Европейскому Союзу не хватает, по меньшей мере, в каждом из этих случаев. Итак, первая способность – это вразумительность политической системы. Я не думаю, что политическая система Европейского Союза вразумительна для всех граждан, государств, членов Европейского Союза. Нередко национальные правительства возлагают ответственность за те или иные проблемы на Брюссель, но это не всегда оправдано. Второе – легитимность подразумевает также некое гражданское согласие. Я не думаю, что институты ЕС в Брюсселе, в Страсбурге в полной мере получают гражданскую поддержку. И, наконец, третье – это способность мобилизовать или вовлекать граждан. Мне не кажется, что ЕС удается мобилизовать своих граждан или граждан государства-членов. Хотя бы вспомним о выборах Европарламент, вспомним, какова явка при выборах в Европарламент. И люди просто в граждане не знают, кто заседает в Европарламенте, кто, значит, избирает туда. И общая политическая апатия, конечно же, распространяется на эти выборы. Поэтому, когда мы говорим о политической конфигурации Европейского Союза, мы сталкиваемся с целым рядом вполне очевидных проблем. Факт, даже если он и не был намеренным, или не был к нему намерен, и никто не стремился, Европейский парламент и национальные парламенты нередко компрометируют друг друга. За последние 30 лет Европейский парламент не только напрямую избирался, но в настоящее время еще и имеет существенные, значительные законодательные и бюджетные полномочия, а также с точки зрения Европейской комиссии. Тем не менее, нельзя сказать, что все полномочия Европейского парламента определены. В свою очередь, у национальных парламентов государств-членов, можно сказать, все меньше полномочий. И это приводит, на мой взгляд, к достаточно сложному ситуации, в которой процветает, в частности, популизм. Как я уже говорил, законодательные органы нередко возлагают проблемы друг на друга, обвиняя политические партии, евроскептиков. Поэтому мы все чаще и все больше видим вот этот разрыв между элитой Европы или такими условными кругами, принадлежащими к элите Европы, и простыми гражданами. Это ситуация, которую мы наблюдаем за последние 15 лет. Тектонические плиты политики действительно передвигаются, смещаются. И, пожалуй, речь идет теперь не об оппозиции, некогда бытовавшей воровой между левыми и правыми, но между, я бы даже сказал, истеблишментами. И в настоящее время, если вспомнить корпоративные скандалы, если вспомнить общий рост недоверия как к институтам, так и к отдельным компаниям, уклонение от налогов и целый ряд других обстоятельств, то можно сказать, что даже помимо всех людей, которые, собственно, голосуют за левых или правых, мы видим гораздо более сложный кризис, кризис доверия. Это проявлялось, в частности, в таких фактах, как движение Occupy, и, возможно, это упрощенная картина, но, безусловно, о разрыве между элитой и народами не следует забывать и пренебрегать этим обстоятельствам. В свою очередь, это имеет свой окрас в Европе. То есть мы наблюдаем смещение партий в сторону центризма, а левый фланг во многом остается пустым, так же, как и на... То есть классические левые и классические правые партии, по сути, исчезли, и на левом и правом флаге мы видим в основном лишь радикальные партии, тогда, как классические левые партии и правые партии во многом сомкнулись. И это опасно, в частности, по причине того, что мы наблюдаем попытки Европейского Союза, или, по крайней мере, декларируем попытки Европейского Союза восстановить связь с собственными гражданами. Пожалуй, можно сказать, что перед Европейским Союзом стоит две ключевых опасности. Во-первых, это вопрос деконструкции национального государства. Возможно, это не намерено, но это наблюдается. И второе, с другой стороны, это неспособность создать подлинно транснациональное, трансграничное сообщество. Так как, как вы понимаете, европейского демоса, или европейского народа, европейской нации, как таковой, не существует. И поэтому, несмотря на то, что мы, возможно, и перешли в постнациональную эпоху в европейской истории, тем не менее, транснационального сообщества мы пока не видим. В этом, мне кажется, состоит причина политического экстремизма и растущего популизма, и отстраненности, и отчужденности от европейских проектов. Мне кажется, что дальнейшая национальная повестка, то есть, фактически, движение, направленное на утверждение идентичности, будет нарастать. И проблема, в частности, состоит в том, что, при том, что социальные конструкты на национальном уровне ломаются перед лицом экономических проблем, проблем миграции, тем не менее, ЕС пока не предлагает ничего на замену этим национальным конструкциям. Ну, возможно, вы скажете, что картина чересчур угрюмая или мрачная. И, быть может, я действительно несколько сгустил краски, но сделал это вполне намеренно, пытаясь более четко очертить наиболее тревожные, на мой взгляд, стороны сегодняшнего европейского бытия. Но, кроме того, мне хотелось бы завершить довольно простым тезисом, а именно тезисом о том, что предопределенности не существует. В отличие от неких экстремальных учений, в частности, марксизма или иных, детерминизма в истории нет. Нет неизбежности, нет неизбежности в пути Европы. Напротив, все, что я попытался высветить, безусловно, зависит от конкретных обстоятельств и условий. Вспомним о кризисе эмиграции, кризис с беженцами, его не было еще полтора года назад. И вспомните о ситуации на Украине, вспомните о... Нет ничего неизбежного и детерминированного. Более того, все эти обстоятельства и стороны сегодняшней истории, современной нам истории, происходят и суть следствия целого ряда политических решений. Поэтому нет никаких причин полагать, что мы не увидим напротив движения к положительную сторону или каких-то положительных шагов или развитий. Поэтому надеюсь, что нам не следует как раз-таки преуменьшать творческую волю человека и способность человека к благотворному преображению окружающей среды и нашего общества. Есть, однако, одна проблема. И проблема эта, о которой говорилось еще в 60-х годах 20-го века, если я не ошибаюсь, шведским ученым Мэнсом Улсеном в знаменитой книге, которая называлась «Коллективное действие». Мне кажется, вышла она в 1962 году. Он достаточно простым языком излагал весьма глубокие мысли, а именно коллективные действия, которые необходимы для разрешения целого ряда проблем, к сожалению, натыкаются на интересы узких групп. Так эти интересы и такие группы могут в ряде случаев выступать помехой или препятствием на пути к, значит, к фактически прогрессу или благотворному оздоровлению общественного климата. Так, например, как нам предупредить финансовые скандалы или злоупотребление в, например, таких ситуациях, когда гражданская война в Сирии может становиться делом ряда группировок, преследующих свои узкие, далеко не гуманистические интересы. Как мы можем разрешить конфликт на Украине, так, чтобы он не стал в отчинах узких интересов. Мне кажется, именно это составляет основную задачу, а именно вопрос о коллективных действиях, которые соотносятся с кризисом идентичности. И это, конечно же, связано с этими вопросами. В конце концов, так называемые антиэстеблишментские круги как на левом, так и на правом политическом флангах стремятся к тому, чтобы политика перестала быть вотчиной. И при этом я не думаю, что крайне левые или крайне правые сценарии благотворны. Но, тем не менее, диагнозы они ставят. Поэтому самый главный вопрос, перед нами стоящий, это то, как мы можем решить эти кризисы без того, чтобы они стали уделом отдельных групп, которые пытаются на этом нажиться и извлечь из него выгоду, не соответствующую нашей. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.